Гандбол 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 Больше усилий и скорости требует на поле позиция линейного. Броски с разбега, в прыжке, с нисходящей траекторией или отскоком – самые зрелищные приемы в гандболе. Очень подвизная и интересная игра. Можно сразу научиться, например, вводить противника на другой ноге, что не на порт. Что это может бить противника с толком. Можно вратарю забивать, задерживаться в прыжке и смотреть, где он и забивать. Опытные тренеры отмечают, гандбол в последние десятилетия значительно изменился. Перестроена и система подготовки воспитанников спортшкол. Устал силовым. Больше борьбы, больше игроков мощных. То есть, тут бросок может очень сильный. Я что-то на силу очень много времени отдается на тренировках, на бросковую подготовку. Все бросают они с 10-12 метров. Бросок был достойным, так сказать. Воспитанники школы ежегодно участвуют в первенствах России и занимают призовые места. Самые способные ее выпускники пополняют состав омской профессиональной команды «Скиф». Гандбол появился в 1959 году. И вот на сегодняшний день сколько уже получилось? 62 года у нас. И у нас и команда была, которая начинала играть. Была такая, значит, лига класс А. То есть класс А подразделялся. Первая лига, высшая лига. То есть сейчас немножко все по-другому, но основатели у нас, вот гандбольная школа, основатели у нас Владимир Сергеевич Кусинцев и Виталий Владимирович Никон. В советское время омская школа гандбола воспитала немало спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов. Один из них – Олег Кулешов, чемпион мира, Европы и бронзовый призер Олимпийских игр. Центральный и капитан Скифа Владимир Нагорный в Омском гандбольном клубе почти 10 лет. Дважды призер чемпионата России и лидер высшей лиги по забитым мячам в сезоне 2019-2020. В детстве сначала занимался футболом, затем перешел в гандбол. В то время как раз проводились соревнования по гандболу, школьные. Ну, я так попросился, меня взяли, потому что видели, что быстро бегаю, есть какие-то там базовые навыки. И, так скажем, мне понравилось с первой тренировки, я был очень увлечен этим делом. И по сей день, как видите, мне по-прежнему доставляет удовольствие эта игра. Команда Скиф в высшей лиге играет с 1997 года. В 2017 она стала серебряным призером чемпионата России. Тренировки и домашние матчи скифовцы проводят на паркете спортивно-культурного центра «Авангард». Однако размер этой площадки не соответствует необходимым требованиям. И в 2021 году Федерация гандбола России совместно с региональным правительством создали для омской команды новую площадку в ядре омского велотрека. Современное покрытие, хорошее освещение, электронное табло и трибуны для болельщиков – все в соответствии с мировыми стандартами. Здесь прошли игры в рамках чемпионата страны среди мужских команд высшей лиги. Скиф провел встречи со своим основным оппонентом – ростовским ДГТУ-лидер. Право на проведение решающих матчей также выпало Омску. В результате наша команда оказалась в призах и взяла бронзу сезона 2021. Преданные болельщики и юные гандболисты, которые только постигают мастерство игры в ручной мяч, с нетерпением ждут от родного клуба выхода в Суперлигу. Наши ребята сегодня готовы к переходу в Суперлигу. И я, как руководитель региона, ставлю задачу на следующий год пробиться в Суперлигу. Мы будем делать все с точки зрения организации. Вот вы видите, благодаря Федерации гандбола России мы получили шикарное покрытие, зал, который сегодня вмещает до полутора тысяч зрителей. И играть на нем действительно приятно, ребята. И в то же время будем увеличивать и объем финансирования команды. Соответственно, задача на следующий год, на следующий сезон – это переход в Суперлигу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова